Музыка Тема лекции произвелась на программе предприятия. Для начала разрабатывается производственная программа предприятия. Производственная программа различных типов предприятий, общественного питания, столовая, кафе, ресторанов, является расчетным меню для реализации блюд в зале данного предприятия и снабжение бюфетов, магазинов, кулинарии и отпуска обедов на дом. Оно определяется в блюдах. Для заготовочных предприятий производственной программы является объем перерабатываемого сырья в сутки или смену. Здесь уже в килограммах или в тоннах. Затем мы определяем количество потребителей. Количество потребителей определяется на основу графика загрузки зала. Это все есть в учебнике Никуленко проектированных предприятий общественного питания или в справочных технологах, различных справочных общественных питания. Для каждого предприятия графика загрузки разная. При определении числа потребителей по графику загрузки зала основным данным для составления их служит режим работы зала, продолжительность приема пищи одним потребителем, загрузка зала по часам его работы. Количество потребителей обслуженного за час работы предприятия определяется по формуле N час по FI X деленное на 100. P это вместимость зала. Это мы определяем, как на прошлой лекции мы говорили, определяем вместимость зала по потребности этого района, например. FI оборачиваемся вместо за 1 час. Это справочные данные. X загрузка зала в процентах тоже это справочные данные. Значения FI X приведены, ну, приводятся в приложение, там, в учебнике. И общее количество потребителей за 1 день составляет N день, сумма N час. Определение количества потребителей вносим в такую таблицу, где указаны часы работы. Оборачиваемся вместо за 1 час. Тоже, ну, как мы сказали, это справочные данные. Средний процент загрузки зала в процентах. В процентах тоже справочные данные. И эти все данные мы вставляем в эту формулу по FI X, да, и делим на 100. И получаем, ну, например, 12 потребителей. Это в 1 час. И так до, скажем, до 23 часов, если это ресторан, то мы должны рассчитать. Эти данные, мы, как сказали, уже есть в приложении. Затем определяем количество блюд. N равно N день умноженное на M. N день – количество потребителей за день. То, что мы суммировали, да, M – это коэффициент потребления блюд. Тоже приведено в приложениях учебников. И он колеблется от, скажем, единицы, полутора до четырех, да, в зависимости от предприятия. То есть это означает, сколько блюд потребляет один человек в вашем предприятии. Примерно, да, это общая, как бы, средняя арифметическая. Дальше, соотношение, после как мы определили количество блюд, мы определяем соотношение различных групп блюд. Это холодные блюда, горячие закуски, супы, вторые горячие блюда. Если мы берем общее количество блюд 100%, это, например, 2485 будет в нашем случае, да, то мы его делим на 45, 5, 10, 25 и 15%. И когда мы его рассчитываем, получает 45% – это 1118, 5% – 124 и так далее, да. То есть холодным блюдом должно быть 1118, горячих закусок – 124, супов – 249. И, соответственно, вы делите, вот холодные блюда, они бывают рыбные, мясные, салаты, молочные кислые бактерии, ой, продукты. И их тоже вы делите по процентам. Это все, все проценты – это тоже справочные данные, тоже данные в приложении. И 118 считаете как за 100%, находите из них 25, 30, 45%. И остальные группы блюда, таким же образом определяется. Затем есть такая таблица норм потребления холодных напитков, хлеба, кондитерских изделий. Норма на одного человека. Если мы скажем, что в день у нас обслуживают 710 человек, по расчетам первой таблицы, да, первой формулы, то на одного человека вы берете, скажем, горячие напитки – 0,05, холодные напитки – 0,25. Это все справочные данные. Хлеб, хлеба, гуточные изделия – 100 грамм на одного человека. Мучные кондитерские изделия – 0,5. Конфеты, печенье – 0,02. И умножаете просто на 710, и у вас получается вот этот вот норматив. То есть вы должны будете запастись вот таким количеством покупных товаров, которые будут у вас на складе. Дальше определяете ассортиментный минимум. Ассортиментный минимум тоже это как бы вы берете с приложения, и он является как бы разным. Для каждого предприятия идет, ну, ассортимент минимум зависит от типа предприятия. Ну, скажем, если это ресторан категории люкс, холодные блюда и закуски должно быть минимум 15, можно больше, но не менее 15. Да, горячих закусок должно быть 3. Но если это кафе общего типа, ну, высшая категория, то холодные блюда и закуски должны быть не менее 4. То есть видите разницу, да, ресторан 15, а кафе 4. Так, потом составляете расчетное меню на основании вот этого вот ассортиментного минимума и соотношения блюд. Расчетное меню представляет собой перечень наименований блюд с указанием выхода готового изделия и количества блюд. Оно составляется с учетом ассортимента минимума для различных типов предприятия, должно учитывать свой контингент разнообразия питания. Меню для диетического питания включает химсостав, энергетическую цену блюда. Обязательно. Меню записывается в определенной последовательности. И вот расчетное меню составляется вот таким образом. Вначале пишут номер рецептуры, наименование блюд, потом выход одного блюда и количество порций, которые вы посчитали в той таблице, где написано процентное соотношение блюда. По этой таблице вы уже определяете, сколько нужно писать в меню количество блюд. Дальше составляете таблицы по часовой реализации блюд. То есть для определения количества кулинарной продукции, реализуемой в течение максимально загруженного часа работы предприятия, составляется таблица реализации блюд по часам работы предприятия. Основой для составления этого расчета является график загрузки зала, расчетное меню. Ну здесь количество блюд реализовано за каждый час работы предприятия определяется по формуле N час, количество потребителей, N день в день и умножаем на K. Количество блюд. N час это количество блюд, которое висуется за один час. И Nd количество блюд заднего дня. K это коэффициент пересчета. Коэффициент пересчета также. Дальше вы пересчитываете, значит, чтобы найти его. N час делите на Nd большой. То есть количество посетителей в час делите количество посетителей на день. И сумма коэффициент пересчета должна быть равна единице. Вот в такую таблицу вы вводите. Это скажем, например, с 11 до 12. Каждый час вы расписываете, потом коэффициент расчета. При расчете у вас получается, скажем, с 11 до 12, 0,05, потом 0,07, 0,22. И сумма вот этих коэффициентов должна равняться единице. И, например, цыпленок жареный 62% мы в день реализуем. И распределяем на каждый час, поскольку мы должны распределить этого цыпленка. Ну, 62 умножаем на 0,05, получается 3. 62 умножаем на 0,07, получается 4. То есть для чего эта таблица нужна? Для того, чтобы определить максимальный час реализации этого цыпленка. Или, скажем, супа какого-то. То есть мы должны иметь в запасе максимальный цыпленок с 13 до 14 часов. Мы должны быть готовы, что мы будем реализовывать цыпленка жареного 14 порций в час. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.